Мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми экспонатами, которые находятся в серебряном зале нашего музея. Так мы называем выставку, которую подготовили в этом году к 105-летию музея, где представлены уникальные предметы, выполненные из серебра. Среди многочисленных предметов и вооружения, наградных знаков, монет, привлекает внимание интересный костюм, в котором тоже присутствуют монеты. Но монеты, как говорят ученые, вне экономического применения, то есть монеты, которые украшают костюмы. Что же это за экзотический костюм и чем он интересен, хотелось бы мне поделиться с вами вот этими знаниями своими. Среди донских казаков существует локальная группа, которые вошли в историю под названием казаков-некрасовцев. Это казаки верховых станиц, которые в начале 18 века приняли самое активное участие в казачьи-крестьянском восстании под руководством Кондратья Афанасьевича Булавина. И после разгрома на Дону этого движения правительственными войсками покинули наш край вместе с женами и детьми, чтобы сохранить ту демократическую традицию, которая существовала в общине донских казаков, и ради которой было поднято это восстание. Причиной восстания послужило желание царского правительства вернуть к своим хозяевам крепостных крестьян. И под лозунгом «С дона выдачи нет» выступили донские казаки. Сначала казаки-некрасовцы поселились на Кубани. После присоединения Кубани к русскому государству они покинули Россию и отправились в Турцию. Турки были давними противниками донских казаков, но приняли казаков-некрасовцев, которые дали клятву в том, что они никогда не будут воевать против турецкой агрессии. Уходя с дона вместе с женами и детьми, казаки сохранили и русский язык, и традиционный костюм, характерный для казаков верховых станиц. Сохранили православие в качестве своей религии и основали вокруг озера Майнос на северо-западе Турции, основали несколько селений, в которых прожили, собственно говоря, до 1962 года, пытаясь все эти долгие годы изгнания вернуться на историческую родину. В 1962 году казаки-некрасовцы, основная масса, возвращаются в Советский Союз. До этого было еще несколько попыток вернуться, и малыми кругами казаки возвратились, в том числе в 1912 году, на Кубань, где сейчас тоже живут, в Приморско-Ахтарском районе. Казаки же, вернувшиеся в 1962 году, поселились в Левокомском районе Ставропольского края. Костюмы, в которых они прибыли сюда, в Россию, вызвали, конечно, глубочайший интерес. И все думали, стали называть их турками, потому что такие костюмы уже здесь, в России, у казаков, естественно, не сохранились. И то, что уже в 1944 году, только была освобождена в 1943-м Ростовская область, и начал функционировать музей, восстанавливая свои коллекции, совершая экспедиции, вот в 1944 году известный исследователь культуры казаков-некрасовцев и фольклора казаков-некрасовцев, Федор Викторович Тюмилевич, уезжает в первую экспедицию от Ростовского музея краеведения в Приморско-Ахтарский район Кубани, откуда и привозит первые предметы, уникальные, интереснейшие, самобытнейшие, рассказывающие о быте и жизни казаков-некрасовцев. И то, что костюм женский, который мы видим здесь, это свадебный костюм казачки-некрасовки. В состав он был многосоставной. Сначала надевалась рубаха, вот мы видим здесь рукава этой рубахи и подол, потом сверху одевалась одежда, называемая балахон. Ну, нам сейчас как-то, ну, надел балахон, да, вот это именно балахон. И, как говорят некрасовцы во множественном числе, у некрасовки, да у меня много был ханов-то. Так вот, для того, чтобы придать праздничность этому костюму, его украшали монетами. И здесь у нас представлены как русские монеты из серебра, так и крупная турецкая монета. Костюм праздничный завершался завеской, так назывался фартук, с завязками-мутузоками, которые прикреплялись отдельно. Они не были к фартуку пришиты и заканчивались такой многоцветной гарусной кистью. Их на талии, костюм подпоясывался тканом на таких куланных дощечках, есть такой способ качества, пояс с пряжкой-катауром. В данном случае здесь изображена птица-феникс. Но свадебный обряд донских казаков-некрасовцев – это очень интересная по структуре своей действа, многодённая, так сказать. Но чтобы не углубляться в эту историю, чтобы не занимать много лишнего времени, хотелось бы только сказать, что к свадьбе каждая девушка, желающая выйти замуж за достойного казака, должна была приготовить себе костюмы. 40 рубах, 40 балахонов и 40 занавесок. Всё это шилось своими руками, и каждый день после венчания, после завершения таких свадебных торжеств, красоваться, ходить по своим, по гостям, и демонстрировать своё умение, своё приданное, всю ту красоту, которую она сумела выполнить собственными руками. Дополнял же этот замечательный костюм, и все уже знали, кто это ходит по гостям, дополнял этот замечательный костюм, вот такой сложный, многосоставной головной убор, который мы здесь видим. Если девочки-некрасовки повязывали в качестве головного убора сложенную несколько раз красно-оранжевую такую ленту, на неё нашивали часто раковинке-каури, девушка потом повязывала голову сложенным на угол платком, отделанным кистями, то женщина уже после свадьбы, после сороковин, после свадьбы, носила сложный такой составной головной убор, то вот самую красоту-то и носила молодайка, когда после того, как произошло венчание в храме, из косы выплетали у неё косник, красивое такое украшение, которое вплеталось в косу, в данном случае у нас оно тоже есть, тоже старинное, некрасовское, с камнем сердоликом и турецкими монетами, красиво позвякивал я этот косник при ходьбе, и все обращали на девушку внимание. И покрывали голову молодайки, молодой жены, вот таким замечательным убором, который назывался рогатая кичка. Ну, наверное, это будет странно звучать, да? Ну, если сейчас современную девушку сравнить с коровушкой-матушкой, то, наверное, это будет обидно даже в этом, да, сочетании коровушка, не корова там какая-нибудь. А раньше, особенно вот южно-русские головные уборы, русских крестьянок отличались рогатостью, потому что что такое корова? Это крепко стоящая на ногах, способная родить хорошего, здорового ребёнка, обладающая такими молочными, так сказать, возможностями кормить долго молоком своего ребёнка. Такая вот вся крупная, рабочая, красавица, потому что к корове всегда трепетно относились в христианских семьях, считая её кормилицей и поилицей. И поэтому рогатость головных уборов шла вот от каких-то таких вот ещё древних дохристианских верований. Сначала на голову, вот молодайки, надевали бабичью сороку. Это такая шапочка твёрдая. Обычно варили калинкор такую плотную ткань, вот калинкоровые переплёты есть, варили в молоке или потом уже в крахмале, делали такую шапочку с рожками, одевали на голову. Потом сверху этого покрывали, одевали собственную рогатую кичку. С рожками, которые достигали 35 сантиметров иногда. Ну, кто как, так сказать, себя в этой роли видел. Потом одевали очелье, вот это, которое внизу, с монетками, извинящими чекеликами, а сзади не менее красиво расшиты камнями, вставками, и с морским, то есть речным жемчугом, позатылинь. И всё это, сзади спускался от первой надетой сороки, длинный такой твёрдый махор, и к рожкам с помощью бисерных булавочек, ну вот мы сейчас бы их назвали фенечками, прикреплялось газовое полотно, длинное такого голубого, розового, бледно-зелёного цвета, своеобразная фата. И вот 40 дней после свадьбы в таком красивом наряде молодая-ка ходила по селу Некрасовскому, кланялась по всем своим родственникам, а сама красовалась. Она радовалась своему семейному счастью и, в общем-то, желала такой же счастливой участи, этого сейчас букет бросаем своим подругам незамужним, которым разрешалось даже потрогать эту кичку. И вот надо сказать, что каждый предмет, который представлен в этом зале, имеет не менее трогательную и не менее интересную судьбу. И если кто-то к нам придёт в музей и посетит этот зал, он познакомится не только с предметами бытовой культуры казаков-некрасовцев, но и с тем культурно-историческим наследием, которое хранит музей в своих коллекциях. Субтитры создавал DimaTorzok